Беседа 26. Бытие 8.1 И вспомнил Бог о Ное и о всех зверях, и о всех скотах. В прочитанных теперь словах открывается великая и несказанная любовь и безмерная благость, которую Бог являет не только этому разумному животному, то есть человеку, но и всем бессловесным животным. Будучи Создателем всего, Он и благость свою простирает на все свои создания, всячески показывая нам, сколь великое имеет Он попечение о человеческом роде и что искренне, изначально все делал для нашего спасения. Итак, бьет ли Он, наказует ли то и другое делает по одной и той же благости? Наказание насылает Он не по страсти и гневу, но и желанию пресечь нечестие, чтобы оно не распространилось очень далеко. Вот и теперь, как слышите, Он навел поток не по чему-либо другому, как по заботливости о предавшихся столь великому нечестию. Какая же, скажешь, заботливость в том, что все погибли под водою? Не говори необдуманно, человек, но благопокорным умом принимай содееваемое Господом, и тогда познаешь, сколько попечительности даже и в этом. Отторжнуть от греха неисправимых грешников, каждодневно причиняющих себе новые раны и делающих язвы свои неисцельными, не значило ли это показать величайшую попечительность? Да и самый образ наказания не преисполнен ли в человеколюбии? В самом деле, люди, которым и без того надлежало бы отдать долг в природе, лишаются жизни в наказании, но так легко, что и не чувствуют этого, и наказание терпит без боли и мук. Какую же обнаруживает мудрость и благость? Притом, если мы благочестивым умом рассмотрим самое последствие события, то есть, что оно не только было благодетельно для наказанных, но и последующим поколениям принесло два величайших блага. Внушивым не предаваться тем же беззаконием, и смотря на такой пример, сделать и целомудреннее. То какую благодарность мы должны воздавать Богу за то, что и потомки вразумлены наказанием этих людей, и опасением подвергнуться той же участи, и закваска всякого нечестия и порока истреблена, и не осталось им, потомкам, ни одного учителя на грех и зло. Видишь, как и самые наказания Богом насылаемые являются более благодеяниями и особенно доказывают его попечительность о роде человеческом. И если кто захочет проследить этот предмет с самого начала бытия человеческого, то найдете, что Бог с этой самой целью насылал на грешников все наказания. Так и Адама. Когда он приступил, Бог изгнал из рая. Не для того только, чтобы наказать, но и чтобы сделать ему благодеяние. Какое же, скажешь, благодеяние? Лишиться жизни райской. Не поверхностно смотри на события возлюбленной и неспешно суди о делах Божьих, но проникай в глубину великой благости его и найдешь, что все делается им для этой цели. Скажи мне, до чего не дошел бы Адам, если бы и по преступлению наслаждался теми же благами, если уже после он, в многих обетований, дозволил себе увлечься обманом змеи и принял злой совет дьявола, который надмил его надеждой быть равным Богу и повергнул в грех прислушания, то когда бы он и по совершению этого греха остался в том же достоинстве и жилище, не тем ли более почел бы злого этого демона, заслуживающим большей веры, нежели создателя всяческих и еще не более или надлежащего возмечтал бы о себе самом. Такова уж природа человеческая. Когда она, содевая грехи, не бывает обуздываемая, то пользуется свободою, то идет все далее и низвергается в пропасть. Впрочем, могу иначе доказать, что Бога повелел Адаму выйти из рая и подвергнул его наказанию смерти, желая показать свое человеколюбие. Изгнанием из рая и поселением вблизи его он сделал его благоразумнее и осторожнее на будущее время, самым опытом убедив его в коварстве обольстителя, а наказанию смерти подвергнул его для того, чтобы он, сделавшись через прислушание по винным греху, не грешил в бесконечность. Итак, не ясно ли для тебя, что все это изгнание из рая и наказание смертью было делом величайшего человеколюбия? Могу присовокупить еще нечто. Что же именно? То, что подвергая Адама этому наказанию, Бог не остановил на нем одно благодетельное последствие его, но хотел, чтобы его судьбою вразумились потомки. В самом деле, если уже и после этого сын Адама Каин, хотя имел перед глазами себя изгнание отца из рая, потерю несказанной той славы и страшное то проклятие, сказавшего, прах ты и в прах возвратишься. И, несмотря на это, не вразумился, но впал в тягчайший грех, то до какого неистовства он не дошел бы, когда бы не знал случившегося с отцом его. И вот что особенно удивительно. Наказывая и этот столь великого грешника, осквернившего руку своим гнусным убийством, «Господь наказание соединил с человеколюбием». 257. «А чтобы ты познал величие благости Божьей из того, что было с Каином, Господь, когда Каин согрешил против него и, решившись принести жертву, показал, что при этом великую небрежность, то есть не сделал надлежащего выбора, но принес просто, что случилось. Господь не сказал ему за это ничего неприятного и укорительного, хотя это был не маловажный грех, а очень великий. В самом деле, если желающие почтить подобных себе людей уступает им первое и лучшее и стараются представить то, что почитают дороже всего, то как же Каину, который был человеком, приносил жертву Богу, не следовало принести самые лучшие и драгоценные. Но хотя он и так тяжко согрешил и показал такую небрежность, однако аж Бог не взыскал с него и не наказал его за это, но весьма кротко беседует с ним, как друг с другом говоря, согрешил, перестань. Он только указал ему на грех его и посоветовал не простираться далее. Видишь, какая необычайная благость. Мало того, когда он не только не воспользовался таким снисхождением, но к прежнему присовокупил еще больший грех и покусился на убиение брата, то Бог и тут еще оказывает ему великое долготерпение, потому что наперед спрашивает его и дает ему случай к оправданию. Когда же он остался упорным, тогда-то уже для его вразумления подвергает его наказание, впрочем, такому, которое растворено было любовью. Видишь, как Бог простил Каину, когда он совершил против него грех. И грех немаловажный, когда же он поднял руку на своего брата, тогда подверг его осуждению и проклятию. Так теперь будем поступать и мы, подражая Господу нашему. Грехи, сделанные против нас, будем прощать и оказывать снисхождение оскорбившим нас. Когда же грех делается против Бога, тогда будем взыскательны. Но не знаю, как это мы делаем все напротив по отношению к грехам, чнимым против Бога, нисколько не взыскательны. А когда сделано будет хотя малое оскорбление нам, тогда строго взыскиваем и порицаем, не думая о том, что таким образом мы еще более раздражаем против себя милосердного Господа. А что Богу обычно оставлять наши грехи против него из-за грехи против ближнего строго взыскивать, послушай блаженного Павла, который и говорит, если кто имеет жену неверующую и она согласна жить с ним, то не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с ней, не должна оставлять его. Видишь, какое снисхождение. Пусть муж твой будет язычник неверующий, но если хочет жить с тобою, не оставляй его. И опять пусть, говорит, жена твоя будет язычницей неверующей, но если она хочет жить с тобою, не отвергая ее. Ибо откуда ты знаешь, жена не спасешь ли мужа? И ты, муж, откуда знаешь, не спасешь ли жены? Смотри, как Бог не препятствует принимать в законное сожитие мужа или жену, неверующих в него. Послушай же теперь, что сам Христос говорит ученикам. А я говорю вам, всякий, кто разводится с женой своей, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать, и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Благость необычайная. Пусть, говорит, жена твоя будет язычница или неверующая, если только хочет жить с тобою, не разлучайся с ней. Но если она согрешит против тебя, и забыв супружеские обеты предпочтет тебе других, тебе дозволяется отвергнуть и прогнать ее. Помышляя об этом, постараемся и мы воздавать Господу за его благоволение к нам. И как он охотно прощает грехи, содееваемые против него, а за грехи против нас взыскивает, и с великой строгостью так точно будем поступать и мы. В чем не согрешат против нас ближние, все будем прощать. Напротив, за грехи против Бога постараемся строго взыскивать. Это и нам принесет величайшую пользу, и принимающим исправление сделает немало добра. Может быть, вступление у нас сегодня стало очень пространно? Что же мне делать? Это допустил я ненамеренно, но увлекшись течением слова. Так как вся наша речь о потопе, то мы и должны были доказать вашей любви, что и наказание, посылаемое от Бога, суть скорее действия его человеколюбия, чем наказание. Так точно и этот потоп. Господь, как чадо, любивый отец, все делает по заботливости о нашем роде. Но чтобы величие любви его познать, и из предложенного нам сегодня чтения, послушаем самых слов Божественного Писания. Вчера блаженный Моисей сообщил нам, что возвысилась вода над землею 150 дней. Здесь остановилось наше поучение. Сегодня он говорит, 8.1, Вспомнил Бога, но и о всех зверях, и о всех скотах, и о всех птицах, пресмыкающихся, бывших с ним в ковчеге. И навел Бог ветер на землю, и воды остановились. 259. Смотри здесь, какое снисхождение Божественного Писания. И вспомнил, говорит Бог. Будем возлюблены понимать, эти слова Бога приличны, а не в том грубом смысле, и в каком свойственно понимать их немощной нашей природе. Это выражение, вспомнил, по отношению к неизреченному существу Божию, недостойно, но в рассуждении нашей немощи употреблено прилично. Вспомнил, говорит Бог Ноя. Выше Писание рассказало нам, как мы уже изъяснили вашей любви, что в продолжении сорока дней и столько же ночей шел дождь. А в течение 150 дней вода, поднявшаяся на 15 локтей выше гор, стояла на одной и той же высоте. И что в то время, как это происходило, праведник находился в ковчеге, не будучи в состоянии даже дышать свежим воздухом, потому что с ним были все бессловесные животные. Поэтому оно теперь и говорит. И вспомнил Бог Ноя. Что значит, вспомнил? Умилосердился, то есть, Бог над праведником, жившим в ковчеге. Жалился над ним, когда он был в столь тесном и трудном положении. И не знал, чем окончится его бедствие. В самом деле, подумай, какими мыслями он волновался после сорока дней и сорока ночей, в которой вода сильно увеличивалась, когда видел, что она в продолжении 150 дней стоит на одной и той же высоте и нисколько не спадает. И что еще тягостнее? Он не мог, даже будучи заключенным в ковчеге, своими глазами посмотреть на то, что сделалось. И от этой невозможности самому видеть постигшее его бедствие, терпел еще большую скорбь. И с каждым днем опасался больших несчастьй. Что же до меня? Я удивляюсь. Как он еще не пал под бременем уныния, помышляя и о погибели человеческого рода, и о собственном одиночестве, и о трудной жизни в ковчеге? Но причиной всего доброго была для него вера в Бога, по которой он выдержал и перенес неприятности. Итак, Паэлику Ной сделал со своей стороны все, явил великую веру, показал крепкое мужество и терпение, то смотри, как велика к нему любовь всеблагого Бога. И вспомнил Бог Ноя. Не без причины Божественное Писание, сказала, вспомнил, но так как оно выше показало нам свидетельство о праведнике самого Бога, сказавшего, «Войди в ковчег твой, ибо я нашел тебя праведным вроде всем». Поэтому теперь, говорит, и вспомнил Бог Ноя, то есть вспомнил о свидетельстве, которое сам сделал об нем и не оставил надолго проповедника без внимания, праведника, но помедлив, да то ли пока тот мог вынести наконец, дарует ему свою благодать. Так, зная немощь нашей природы, Господь, если когда попустит нам впасть в какое-либо искушение, то дает ему продолжать только до то ли, пока мы, как он знает, можем вынести, чтобы после того и нам даровать соответствующую награду за терпение и явить собственное человеколюбие, как об этом и Павел говорит. «Вас постигло искушение иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Так как и этот праведник показал твердость и терпение поверия в Бога, вынесший пребывание в корчеге, то и вспомнил, сказано, Бог Ноя. Потом, чтобы ты познал бездну любви его, Божественное Писание присовокупило и всех зверей, всех скотов, бывших в нем. И навел Бог ветер на землю, и воды остановились. Смотри, как он все делает честь человеку. Когда люди гибли от потопа, он вместе с ними погубил и все бессловесные животные. Так и теперь, желая показать свою любовь к праведнику, в честь его, простирает свою благость и на бессловесных животных, и на зверей, и на птиц, и на гадов. Вспомнил, говорит Анои, и о бывших с ним в ковчеге. И праведнику дать наконец облегчение, успокоить его, избавив от волнения помыслов, и позволив ему и наслаждаться светом, и дышать воздухом. 8.2 И закрылись источники бездны и окна небесные, и перестал дождь с неба. Смотри, как Писание обо всем говорит с нами по-человечески. Закрылись источники бездны и окна небесные. Как бы так оно сказало, восхотел Господь, и вода опять встала на своем месте. Уже она не умножалась, но постепенно убывала. Вода постепенно возвращалась с земли и стала убывать вода по окончании 150 дней. Какой ум может когда-либо постигнуть это? Пусть так, дождь прекратился, источники больше не изливали воду, и хляби небесные заключились, но как сбыла столь великая вода? Все было бездною. Как же столь великое обилие воды стало вдруг уменьшаться? Кто может объяснить это человеческим умом? Что же сказать? Все совершалось по Божию повелению. Мы не станем же исследовать, как это было, но будем только верить, что повелел Бог, и бездна поднялась высоко. Повелел, и она остановилась в своем стремлении, и возвратилась в свое место, которое ведомо только самому Господу, создавшему ее. вода постепенно возвращалась. И остановился ковчег в седьмом месяце, в 17-й день месяца на горах Араратских. Вода постоянно убывала до 10-го месяца. В первый день 10-го месяца показались верхи гор. Смотри, как вдруг произошла перемена, и сколько убило воды, так что ковчег сел на горах. Выше Писание сказало, что вода поднялась на 15 локтей выше гор. А теперь говорит, что ковчег остановился на горах Араратских. Что вода после этого мало-помало убывала до 10-го месяца. А в 10-й месяц уже показались вершины гор. Подумай при этом, какова твердость праведника, что он мог выдержать столько месяцев, как бы заключенный во мраке. По прошествии 40-ка дней Ной открыл сделанное им окно ковчега. Смотри, праведник еще не осмеливается посмотреть сам, но выслал ворона, чтобы через него узнать, можно ли ожидать какой-либо благоприятной перемены. И выпустил ворона, чтобы видеть, убыла ли вода с земли, который, вылетев, отлетал и прилетал, пока сушилась земля от воды. Божественное писание прибавилось здесь доколе. Не потому, чтобы ворон впоследствии возвратился в ковчег, но потому, что ему свойственно такое употребление этого выражения. Действительно, это употребление можем найти во многих местах писания, на которые мог бы я и указать вам теперь. Но чтобы вы не сделали с беспечными, узнавая все от нас, предоставляем вам самим исследовать писание и отыскать, где оно употребляет такие особенности. А теперь надо бы нам показать причину, по которой эта птица не возвратилась в ковчег. Быть может, нечистая эта птица осталась в ней ковчега потому, что за сбытием воды усмотрела трупы людей и животных и в них нашла сродную себе пищу. А это самое служило для праведника немаловажным основанием в надежде на благоприятную перемену. Если бы не так было, если бы ворон не нашел себе никакой пищи, что он возвратился бы в ковчег. А что это было так, видно из того, что праведник, возьмев после этого добрую надежду, впускает голода птицу кроткую и любообщительную, которая выказывает особенное незлобие и не любит питаться ничем другим, как только семенами, потому что принадлежит породе чистых птиц. Потом выпустил от себя голода, чтобы видеть сошла ли вода с лица земли. Но голубь не нашел места к нему в ковчег, ибо вода была еще на поверхности всей земли, и он простер руку свою и взял его и принял к себе в ковчег. Здесь представляется вопрос, почему Святое Писание, выше сказав, что появились верхи гор, теперь говорит, что голубица, не найдя покоя, возвратилась к Ною в ковчег. Прочем внимательно эти слова и узнаем причину. Писание не сказала только, что не нашел покоя, но хотя вода и убыла отчасти, и показались вершины гор, однако эти самые вершины от наводнения были еще покрыты грязью или наполнены жидким илом. Вот почему голубица не могла ни сесть где-либо и найти сродной себе пищи, и возвратилась в ковчег, давая этим понять праведнику, что воды, воды еще много на земле, и простер он руку и принял голуба. Видишь, как своим возвращением в ковчег и присутствием там внушало праведнику потерпеть еще несколько и помедлил еще семь дней других и опять выпустил голубя из ковчега. Голуб возвратился к нему в вечернее время, и вот свежий масличный лист во рту у него, иной узнал, что вода сошла с земли. Слово к ветеру употреблено здесь не просто и не бесцеленно, дабы мы узнали, что голубица провела вне ковчега весь день и найдя сродную себе пищу возвратилась уже вечером с масличной веткой во рту. Таково это животное кроткое любящее всегда быть в сообществе. Поэтому то оно и возвратилось в ковчег и в масличной ветке принесло праведнику великое утешение. Но может быть кто-либо скажет где же голубица нашла масличную ветку? Все было делом промысла боже и то что нашлась ветка и то что голубица взяла ее в рот и с ней возвратилась к праведнику. И с другой стороны известно что это масличное дерево всегда зелено и вероятно поспадение воды имело еще на себе листья. Он помебел еще семь дней других и опять выпустил голубя. И он уже не возвратился к нему. Смотри как праведник от всего получает достаточное густах он возымел приятную надежду так и теперь невозвращение выпущенной голубицы послужило для него самым убедительным доказательством того что она нашла себе полное успокоение и что вода совсем скрылась. А для убеждения в справедливости этого высуши что следует далее. С 601 года жизни к первому дню первого месяца иссякла вода на земле и открыл мой кровлю ковчега и поверхность земли 263 Вот и здесь я невольно удивляюсь и изумляюсь как добродетели праведника так и человеколюбие Господа как в самом деле скажи мне спустя столь долгое время вышедший на воздух и возвесший взор на небо он не ослеп и не лишился зрения вы хорошо знаете что так именно случается обычно с людьми которые пробыв хоть недолго в темных и мрачных местах захотят вдруг взглянуть на яркий свет солнца а этот праведник целый год и столько месяцев пробыл в ковчеге как в темнице и теперь вдруг вышедший в полный свет не потерпел ничего подобного это потому что благодать Божия в награду за его терпение укрепила телесные чувства его и сделала их недоступными для немощи телесных во втором месяце 27 дню месяца земля высохла не без причины Божественное Писание показывает такую обстоятельность но для того чтобы мы знали что исполнился даже до единого дня тот год в который обнаружилось терпение праведника и совершилось очищение всей земли потом когда вся тварь как бы омылась от нечистот сбросив в себя всю скверну которую произвело на ней злочести людей и светлым сделала с лицо ее тогда то уже Бог повелевает праведнику выйти из ковчега и освобождает его из этой страшной темницы выйди из ковчега говорит Господь Бог нови ты и жена твоя и сыновья твои и жены сынов твоих с тобою выведи с собой всех животных которые с тобой от всякой плоти из птиц и скотов и всех гадов пресмыкающихся по земле пусть разойдутся они по земле и пусть сладятся и размножаются на земле смотри на благость Божию как он всячески утешает праведника так как Господь повелел выйти из ковчега ною и сыновьям и жене и женам сыновей его и всем зверям то чтобы это самое не навело опять на него великого уныния и не обеспокоило его мыслью о том как это будет жить на такой обширной земле он как в пустыне один без других людей Бог сказал выйди из ковчега и выведи с собою присовокупил плодитесь и размножайтесь на земле смотри как этот праведник снова получает то благословение которое получил Адам до преступления как тот тотчас по сотворении своем услышал и благословил его Бог сказав плодитесь размножайтесь и наполняйте землю так и этот теперь плодитесь и размножайтесь на земле потому что как Адам был началом и корнем всех живших до потопа так и этот праведник становится как бы закваской началом и корнем всех после потопа отсюда то уже начинается устройство общества человеческого и восприемлет свою красоту вся природа земля которая возбуждается к подоношению и все прочие твари которые созданы на службу человеку и вышел мой и сыновья его и жена его и жены сыновь его с ним все звери весь скот и все гады и все птицы все движущиеся по земле по родам своим вышли из ковчега по повелению то есть господа мой принял благословение вещавших плодитесь размножайтесь вышел из ковчега со всеми там бывшими и вот на сей земле один был житель праведник с женой сыновьями и их женами но тотчас же по выходе из ковчега он выказывает свою признательность и возносит господу своему благодарение как за прошедшее так и за будущее но если угодно чтобы не распространять слово отложим рассуждение о благопризнательности праведника до следующего дня нынешнее же слово остановим на этом и попросим вашу любовь постоянно иметь в уме своем этого блаженного ноя тщательно изучать красоту его добродетели и быть его подражателями смотрите в самом деле как велико богатство его добродетели сколько уже дней мы рассматривали повествование об нем и сегодня еще не могли окончить этого рассмотрения и что говорю окончить сколько мы не будем говорить не можем сказать все нет пусть многое скажем мы и даже наши потомки на конца еще не будет такова добродетель если мы захотим то праведник этот может научить весь род наш и руководить добродетели в самом деле и когда он живя среди такого множества злых людей не мог же найти ни одного человека подобного ему по нравам достиг до такой высокой добродетели то чем оправдаемся мы которые не имеют таких препятствий не родим о добрых делах не говори мне о том только как он прожил пятьсот лет терпя насмешки и ругательства от нечестивых но подумай об их жизни в ковчеге год этой жизни мне кажется стоит целой жизни столько-то скорби он должен был перенести там находясь в такой тесноте не могший и дышать свежим воздухом и принужденно жить вместе со зверями и другими бессловесными тварями и однако среди всех этих обстоятельств он сохранил твердость духа и непреклонность воли и показал веру в Бога по которой и перенес все благодушно и легко вот почему он так как сделал все с своей стороны получил и от Бога щедрое воздаяние если он утерпел великую тесноту живя в ковчеге зато спасся от страшного потопа и всемирной гибели зато после такой тесноты и тяжкого заключения получил свободу и покой удостоился благословения Божие потом он опять обнаружил свою благопризнательность на деле словом везде он сам начинал делать доброе как в первую половину своей жизни до потопа он ревновал о добродетели и уклонялся от нечестия злых за что и не подвергся вместе с ними наказанию но когда все погибли от потопа один он был спасен так и после явил он великую веру и с благодарностью перенес жизнь к ковчеге а за это опять получил от Бога щедрую награду тотчас по выходе из ковчега и по возвращении в прежнем состоянии удостоился Божьего благословения потом он и опять показал своей стороны признательность и принес по силам своим благодарность Богу и за это удостоился от человека любивого Бога еще больших милостей такого обычаев Бога если мы со своей стороны сделаем что-либо хотя малое и незначительное но лишь только сделаем он всегда дарует нам богатые милости чтобы тебе удостовериться и в крайней скудости приношения человеческих и щедродательности Господа Твоего подумай вот о чем пусть мы решимся что-либо принести Ему но что можем представить более кроме словесной благодарности а его милости к нам совершаются на деле как же сравнивать дела с словами Господь наш не имея ни в чем нужды не требует ничего нашего кроме только слов да и словесной благодарности требует не потому чтобы сам нуждался в ней но чтобы научить нас быть признательными подателю благ вот почему и Павел когда пишет Колоссянам говорил за все благодарите ничего в самом деле как не требует от нас Господь как этой добродетели не будем же не признательны и получая благодеяние на деле не поленимся возносить Господу благодарение на словах потому что польза от этого обращается к нам же если мы бываем благодарны за прежние милости Божии то этим приобретаем себе надежное средство получить еще большее только прошу будем если возможно каждый день и час размышлять не об общих только благодеяниях которые создатель всяческих явил всему роду человеческому но и о частных оказываем их каждому из нас и что говорю о частных и оказываем их каждому из нас мы должны благодарить и за те благодеяния которые получаем сами того не ведая заботясь о нашем спасении Господь являет нам много таких благодеяний о которых мы не знаем часто избавляет нас от опасности другие оказывают нам милости он источник человеколюбия никогда не предстающий изливать свои потоки народ человеческий итак если мы будем размышлять об этом и постараемся возносить Господу благодарение за прежние милости и располагать себя к признательности за последующие чтобы не оказаться недостойными благодеяния его то будем в состоянии жизнь вести лучшую и уберечься от греха память о милости Божьей будет для нас достаточным наставником добродетельной жизни и не позволит нам спасть в беспечность и самозабвение и предать все греху действительно внимательная и бдительная душа выказывает признательность не тогда только когда дела текут благоприятно нет пусть последует и неблагоприятная перемена обстоятельств и тогда она возносит к Богу такую же благодарность от этой перемены она не ослабевает но тем более укрепляется помышляя неизреченной попечительности Господа и о том что он будучи пребогат и всесилен может явить свою о нас заботливость даже и в неблагоприятных обстоятельствах хотя мы не в состоянии ясно понятия этого 267 и так предоставляя всем обстоятельствам касающимся нас идти как угодно станем со своей стороны заботиться только о том чтобы непрестанно благодарить Бога за все мы для того ведь и созданы разумными и столько возвышены над бессловесными чтобы возносили к создателю всячески непрестанные хвалы и словословия он для того вдохнул в нас душу и даровал нам язык чтобы мы чувствуя его благодеяние к нам и признавали власть его над нами и выказывали свою признательность и по силам своим возносили Господу благодарность если подобные нам люди оказав нам какое-нибудь частое маловажное благодеяние требуют за это от нас благодарности не ради нашей впрочем признательности но чтобы и самим прославиться через это то тем более мы должны так поступать по отношению к человеколюбивому Богу который хочет этого единственного для нашей пользы благодарность приносимая людям за их благодеяние умножает славу самих благодетелей но когда мы возносим благодарность к человеколюбивому Богу то умножаем свою собственную славу потому что он требует от нас благодарности не потому чтобы нуждался в нашем прославлении но чтобы вся польза обратилась на нас же и мы сделали достойными больших милости его правда мы не в состоянии достойно возблагодарить его да и как бы мы могли иметь такую слабую природу и что я говорю о человеческой природе даже бестелесные невидимые силы и начало власти херувимы серафимы не могут достойно возблагодарить и прославить его однако наш долг приносить посильную благодарность и непрестанно прославлять Господа нашего и словами и добродетельной жизнью это то и есть самое лучшее прославление когда мы возносим словословие бесчисленными устами добродетельной всех кто не смотрит на него заставляет хвалить своего Господа а словословие их привлекает великую незреченную милость от Господа на того кто побудил их к нему что же будет блаженнее нас если мы решимся не только сами собственными устами прославлять благого Бога но и всех ближних возбуждать к совокупному с нами словословию а такова сила добродетеля и у одного человека что может прославлять создателя бесчисленными устами так возлюбленный ничего не может сравняться с добродетельной жизнью потому-то Господь говорил так досветит свет ваш пред людьми чтобы они видели ваши добрые дела и прославили отца вашего небесного видал ты как свет лишь явится прогоняет тьму так и добродетель своим появлением обращает в бегство грех и рассея в мрак заблуждения возбуждает души взирающих на нее к словословию постараемся же досветить дела наши так что прославлялся Господь наш и Христос сказал так не для того чтобы мы делали что-либо на показ нет но чтобы живя честно и согласно с волей Божией никому не подавали повода к богохульству и своими добрыми делами располагали всякого кто только видит нас в прославлении Господа всей твари тогда-то мы и заслужим от него особенное благоволение и возможем избегнуть наказания и получить неизреченные блага благодати человеколюбим Господа нашего Иисуса Христа с которым Отцу и Святому Духу слава держава честь ныне и присно и во веки веков аминь